Вот оборудование, на которое мы начинали 20 лет назад, первой операции. Вот видите, как выглядит монитор. И вот то, что современное оборудование, как выглядит. Это мы недавно получили. Айдар Акиши вместе со своими коллегами одним из первых начал активно применять малоинвазивные технологии в Кустанайской хирургии. Такой метод позволяет обойтись без разрезов, а всё оборудование, в том числе и видеокамера, вводится в тело пациента через небольшие проколы. Сегодня в больнице проводят тысячи подобных операций в год. Малоинвазивные технологии применяются при оперировании желчнокаменной болезни, аппендицита, грыжи. А с недавних пор хирурги оказывают помощь даже пациентам, страдающим изжогой. У кого не бывает изжоги? Часть из этих пациентов нуждается в оперативном лечении, потому что таблетированные препараты или видеокаментозное лечение неэффективны. Часть больных нуждается. Эти операции у нас в области не делали. Пациенты ездили в Астану, в Алмату. Эти операции мы внедрили. Малоинвазивные технологии в Кустанайской городской больнице впервые начали применять в 1997 году. Как и многое в те годы, развивать новое направление в хирургии пришлось практически на энтузиазме самих врачей. Многие из них практикуют и сегодня. Они же передают свой опыт молодым врачам. Конечно, для этого нужен опыт, нужна квалификация соответствующая, потому что не каждый может освоить. Но отрадно то, что у нас есть преимственность, есть очень опытные специалисты, которые учат молодых докторов. То есть вопросы наставничества, они до сих пор имеют место быть. И поэтому молодые постепенно-постепенно к этому тоже идут. Малоинвазивная хирургия позволяет сократить сроки реабилитации больного после операции, а следовательно, его деньги. А также после такого хирургического вмешательства у пациента не остаётся на теле никаких заметных шрамов. Айджан Абишева несколько дней назад перенесла операцию по удалению камней в желчном пузыре. А сегодня её уже готовят к выписке. На достигнутых результатах в малоинвазивной хирургии, отмечают кустанайские врачи, они останавливаться не намерены. Правда, все планы медики держат в строжайшем секрете. Монор Бекко Сколов, Андрей Деменок, РТН